Это вот у нас имеется лампа образца 1937 года, которая применялась на рабочем столе сотрудника НКВД. Настоящая лампа следователя НКВД. Один из экспонатов небольшой, но представительной коллекции при управлении МВД по Одинцовскому округу. А бундирование, исторические документы, награды, фотографии, а веществленная история стражей порядка еженедельно интересует десятки экскурсий школьников округа. Смотритель музея Александр Тарасов говорит, главное, что может оставить после себя человек, особенно полицейский, это репутация. Я могу на себе этот пример привести. Да, я работал, отработал как положено, по чести, по совести. Я горжусь тем, что мне спину не скажут, что я там плохо что-то сделал, поступил не так и так далее. То есть вторая часть жизни уже авторитет работает на меня. В День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск слова о репутации имеют особый вес. Сейчас организация ветеранов объединяет полторы тысячи человек. Большая часть активно участвует в общественной работе. Каждого из них в праздник навестят коллеги. Они будут поздравлены адресно, по месту жительства. То есть мы к ним приедем в гости, поздравим какими-то ценными подарками, памятными открытками и все в таком духе. В стране сейчас ситуация непростая. По возможности ограничено проведение массовых мероприятий. Но это не значит, что не найдется теплых слов для ветеранов полиции и милиции. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.